Как и в любой другой операционной системе, в Линуксе можно добавлять, удалять и изменять пользователей и группы. В этом видео мы рассмотрим, как работают пользователи и группы. Как посмотреть, какие пользователи и группы есть в системе. Как создавать, изменять и удалять пользователей и группы. А затем мы рассмотрим, как работают права. Какие права есть у каждого пользователя и групп. Как их посмотреть и изменить. Вот совет, который вам поможет после взлома системы. После взлома Linux сервера вам нужно узнать, под каким пользователем вы оказались в системе. Являетесь ли вы root-пользователем или пользователем с низкими привилегиями. Если вы root-пользователь, отлично. Если вы обычный пользователь, то вам нужно повысить ваши права. Нужно получить root-права. Итак, вам нужно узнать, кто вы и к какой группе принадлежите. Также вам нужно узнать, какие еще пользователи есть в системе. После того, как вы это узнаете, вы сможете подобрать пароли остальных пользователей. Также вам нужно узнать, каким группам принадлежат эти пользователи. В Linux у каждого пользователя есть ID. У root-пользователя ID 0. При создании новых пользователей, их ID начинается с 1000. То есть, у первого созданного пользователя будет ID 1000, у второго ID будет 1001 и так далее. Все пользователи состоят в группах. По умолчанию, при создании нового пользователя, он состоит в группе с таким же именем, как и у самого этого пользователя. Например, если я создам пользователя Том, то вместе с ним будет автоматически создана группа Том, которой он будет состоять. Конечно, это можно изменить, и далее мы рассмотрим, как это сделать. Итак, я нахожусь в Linux-системе. Как узнать, кто я? Я root-пользователь или нет? Для этого используется простая команда. Who am I? Кто я? Как видите, я root-пользователь. Отлично. Сейчас я хочу узнать, кто еще авторизирован в моей системе и что они делают. Для этого используется команда W. Просто буква W. И как видите, в колонке User есть пользователь root, подключенный через 0. Это видно в колонке From. 0 это Shell. То есть, тут есть пользователь Postgres, авторизированный с адреса 192.168.88.1. И похоже, он использует NaNo и пытается отредактировать файл db.config. Postgres — это тип базы данных. Возможно, пользователь подключен к базе данных и пытается изменить этот файл конфигурации. Как узнать, какие еще пользователи есть в системе? Для этого можно заглянуть в файл Password. Выполняю команду cutetc-password. И как видите, тут находятся все пользователи, которые есть в системе. Многие из них существуют по умолчанию. Вот пользователь Postgres, которого мы только что видели. Обратите внимание на bing-bush в конце. Это означает, что этот пользователь может удаленно подключаться к моей системе через Shell. Как видите, у следующего пользователя, dns-mask, указано bing-false. Этот пользователь не может удаленно подключаться к моей машине. У любого пользователя, который может подключиться к моей машине, будет написано bing-bush. На самом деле, я подключен к моей машине через пати. И как видите, я открыл nano через удаленный Shell. И давайте закроем nano и выполним хоэ май. Как видите, я сейчас нахожусь в системе под пользователем Postgres. Это я был тем пользователем, которого мы видели после выполнения команды W. И давайте я это уберу. Обратите внимание, что у большинства этих пользователей идет slash bin slash false. Практически никто из них не может получить доступ к Shell системы. Конечно, у root-пользователя есть такой доступ. Отлично. Очищаю экран. Вот дополнительная информация, которую мы будем использовать в более продвинутых курсах. Как посмотреть зашифрованные пароли этих пользователей? Обычно они хранятся в файле etc.shadow, который может посмотреть только root-пользователь. Выполняю CAD, чтобы открыть этот файл. Вот этот непонятный текст — это зашифрованный пароль пользователя Postgres. Вот пароль пользователя Pulse. Это хэши паролей. В более продвинутых курсах мы рассмотрим, как получить эти хэши, и мы попробуем их взломать, чтобы узнать пароли пользователей в системе. Итак, я рассказал, как узнать, какой вы пользователь, и какие еще пользователи подключены к вашей системе. Попробуйте самостоятельно узнать информацию о группах. Чтобы узнать, к какой группе вы принадлежите, используется команда ID, или команда Groups и имя пользователя. Например, если мне нужно узнать, к какой группе принадлежит Том, пишу Groups Tom. Это такая же команда, как ID, но выдает немного другой результат. Чтобы посмотреть список групп на этой машине, используется команда CAD и TC Group. Попробуйте эти команды самостоятельно, а затем мы можем переходить к добавлению и удалению пользователей игроп. Итак, если вы готовы продолжать, то вот как можно добавлять пользователей в систему. Существует два способа добавления пользователей. С помощью команд ADDUSER и USER ADD. Команда ADDUSER создает нового пользователя и его домашнюю директорию. Команда USER ADD создает нового пользователя, но не создает его домашнюю директорию. И давайте посмотрим, как это работает. Выполняю ADDUSER TOM. Как видите, тут написано добавление нового пользователя TOM и новой группы TOM. Помните, о чем мы говорили? При создании нового пользователя по умолчанию создается и группа с таким же именем, как имя пользователя. Также эта команда автоматически создала домашнюю директорию TOMа slash home slash tom. Меня просят ввести пароль. Ввожу его, а также дополнительную информацию. Эти поля можно оставить пустыми. Выбираю YES и нажимаю ENTER. Теперь добавляю еще одного пользователя с помощью команды ADDUSER. Допустим, его буду звать FLUFF. Делаю все то же самое. Указываю пароль. ENTER, ENTER, ENTER и YES. И давайте добавим последнего пользователя. Но уже с помощью команды USER ADD. И вы увидите разницу. Выполняю USER ADD Nibbles. И если вам интересно, кто это, то это персонаж из мультфильма Том и Джерри. Обратите внимание, что ничего не произошло, и результат этой команды сильно отличается. Мне было создано директории HOME. Меня не просили указать пароль. Я просто создал нового пользователя. И давайте посмотрим, что произошло. Я переключусь на пользователя Том с помощью команды SU. Выполняю SU, TOM. И как видите, в консоли теперь TOM вместо ROOT. И давайте перейдем в домашнюю директорию с помощью команды CD. А затем выполним PWD. И как видите, сейчас я работаю в директории slash home slash tom. И это логично, потому что команда ADD USER автоматически создала директорию slash home slash tom. Давайте выполним ls slash home. И как видите, тут всего две домашние директории. Fluff и Tom. Но нет домашней директории Nibbles. Выполняю SU Nibbles. Обратите внимание, что сейчас консоль выглядит совсем по-другому. Давайте выполним CD, чтобы перейти в директорию HOME. Как видите, это невозможно. Директорию HOME Nibbles не существует. Выполняю EXIT, чтобы выйти из консоли этого пользователя. Затем пишу EXIT еще раз и возвращаюсь к ROOT пользователю. Теперь вы знаете, чем отличаются команды USER ADD и ADD USER. И давайте проверим, что пользователи были созданы. Выполняю CAD, slash etc, slash password. И вот эти пользователи. Tom, Fluff и Nibbles. Обратите внимание на ID пользователей игру. Помните, мы говорили, что новые пользователи создаются с ID 1000, 1001, 1002 и так далее. У каждого из них есть bin, bash. То есть они могут удаленно авторизироваться на машине. Как и в случае с созданием пользователей, есть два способа удаления пользователей. Это команда USER DEL и DEL USER. Как вы могли догадаться, USER DEL удаляет только пользователя. Удаляем Nibbles. И если мне нужно удалить пользователя и его домашнюю директорию, то выполняю DEL USER TOM. Однако в команде DEL USER мне нужно уточнить, что я также хочу удалить его домашнюю директорию. Поэтому пишу, slash slash remove home пробел tom. Готово. Готово. Теперь я удалил и пользователя, и его домашнюю директорию. Давайте выполним LES slash home. Тут больше нет директории пользователя TOM. Давайте это проверим с помощью команды CAD и TC password. Как видите, остался только Fluff. Попробуйте самостоятельно выполнить следующие команды, чтобы добавить и удалить группы. Создайте новую группу под названием CATS, выполнив add group CATS. И если вы удалили пользователя TOM, создайте его заново и измените его группу на CATS. Как вы помните, при создании пользователь TOM будет принадлежать группе TOM. Измените принадлежность пользователя TOM к группе CATS. Для этого выполните команду user-mod –g cats tom. После этого группа TOM будет пустой, и ее можно будет удалить с помощью команды delgrouptom. И после этого вы можете переходить к следующему видео.